Девушки отдыхают Что делать беременной девушке, если отец ее будущего ребенка погиб, а его сестра не желает делиться с неродившимся племянником наследством? Только обращаться в суд. Я знаю, почему мама шантажирует, оставит в доме. Она потребовала, чтобы я... Таня, о каком шантаже ты вообще говоришь? Да, это говорит ребенку. Что он тебе там в голову убивает? Только ребенок вышел, не сбивай, он боится тебя. Отец-одиночка так насолил бывшей жене, что она готова превратить его жизнь в ад. Что для этого нужно сделать? Да всего ничего. Просто продать свою долю в его доме людям без каких-либо моральных принципов. Чечен написал, что заключение, что ты уже не девочка. Да какая я не девочка? Это было в детдоме. Когда еще его закрыли из-за этих всех дел, а директора посадили. В собственном доме, как в осажденной крепости. А все потому, что у дочери любовь. С братом. И он натурально штурмует стены. Все осложняется еще и тем, что он сам вырос в этом доме и знает все входы и выходы. Истец подает иск об установлении отцовства в отношении ребенка, который должен родиться. Ответчик иск не признает. Слушается дело Матросовой Дианы Альбертовны с исковыми требованиями об установлении отцовства в отношении ребенка, который должен быть рожден. Ответчиком она является Дружинина Яна Сергеевна. А вы представляете чьи-то интересы? Вы представляете интересы? Я представляю свои интересы. Свои? И интересы своего брата, да. А, ну у нас просто... Я, может быть, конечно, не очень поспеваю за развитием цивилизации, но у нас, как правило, иски об установлении отцовства все-таки в отношении мужчин подаются. Да, Ваша честь. Но дело в том, что вот девушка утверждает, что беременна от моего брата, который сейчас умер уже на данный момент. А, все, я поняла, я поняла. Так, мне тогда будьте добры, пожалуйста, свидетельство о смерти. И вы как-то можете подтвердить ваше родство с братом? Да, конечно. Хорошо. А скажите, пожалуйста, ваши интересы, поскольку вопрос может коснуться наследства? Да. Может быть, коснулся наследства, да? Вы не совсем ответчик, понимаете, в чем дело? Вы не можете в данном случае выступать ответчиком у нас установления отцовства. Поэтому суд, посовещавшись на месте, выносит определение, определяет вас как недолжного ответчика и выносит определение о привлечении из вас в качестве третьего лица самостоятельными исковыми требованиями. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте, уважаемый судья. Я хочу подать иск об установлении отцовства на моего еще не рожденного ребенка. Дело в том, что сейчас я нахожусь на четвертом месяце беременности. Вот у меня есть справка от врача. Я встречалась с дружининым Денисом Сергеевичем. Встречалась. Он является родным братом, вот, ответчиком. Мы с ним встречались очень долгое время. Мы собирались пожениться. Да не собирались пожениться. И случилось так, что... Подождите, подождите, ответ. Случилось так, что он был байкером. И недавно он попал в автоказастрофу. Он столкнулся с фурой. Но, к сожалению, он погиб. Через неделю после этого я узнала, что я жду ребенка. Ну, разумеется, я сразу пошла к его сестре. Ну, я думала, она обрадуется, это все-таки племянник. Она просто меня не пустила на порог. Она пустила меня за дверь и сказала, что она меня не знает. Я потому, что не знаю тебя. И никогда меня не видела. Дело в том, что у Дениса, у него огромное наследство. У него трехкомнатная квартира в центре Москвы. Машина, гараж. И уже скоро пройдет шесть месяцев, и эта дамочка, она может вступить в наследство. И моему ребенку, ребенка Дениса, ничего не достанется. Я из-за себя не беспокоюсь. Мне просто нужно, чтобы ребенок где-то жил. Потому что ребенок Дениса, это еще доказать надо. Это ребенок Дениса. Я жила с ним очень долго. Ты не жила с ним. Он приезжал ко мне в Питер. Куда он приезжал? В Питер приезжал ко мне. В Питер он к ней приезжал. У него был бизнес в Питере. Он в Питере приезжал раз в три месяца. Он жив в Москве со своей настоящей девушкой. Мы перезванивали с ним каждый день. Эта дамочка, она уже выставила квартиру на продажу. Вот, она подписала. Получила учебную визу. Через три месяца сваливаю. Надеюсь, навсегда. А что, мне удушить его надо? Если она уедет за границу... Подождите, 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 подождите. Естественно, не все так трагически. Если будет установлено отцовство, и у вас рожденный ребенок будет признан наследником первой очереди, то все, что сделала ответчица, она будет должна вернуть. Ходят тут всякие, приходят каждый день. Ну, ответчик, ну а если, ну давайте мы с вами предположим, что на самом деле это является вашим племянником родным. Ваша честь, мы с братом очень в хороших отношениях были. У нас не было родителей, они погибли очень рано. И мы с ним постоянно обо всем разговаривали, всем делились. У нас не было никогда секретов. И вы знаете, я реальную девушку Дениса знаю. Я вот с ней как раз-таки знакома. Но это не эта девушка. Мы с тобой знакомились. Ваша честь, дело в том, что Денис, он был байкер. Он торговал мотоциклами, он был свободолюбивый человек. Он пытался поехать в кругосветное путешествие. Подождите, но это тоже не значит, что у него не может быть детей. Он мечтал о ребенке. Он очень мечтал о ребенке. Мечтал он. Он постоянно даже подчеркивал, что не хочет детей. Ему нравилась свобода. И у него девушка была точно такая же, как у он. Они не хотели детей. Они хотели путешествовать. Они любили свободу. И то, что вот девушка заявляет, это, если честно, для меня какое-то удивление. Ну хорошо, предположим, ваш брат не хотел детей. А так получилось, что у него есть ребенок. Ну, знаете, я не уверена, что... А я уверена! А я уверена, на что процент! Этот ребенок от Дениса, он бы на такую невзрачную, но даже бы не взглянул. Подождите, ну пожалуйста, я вас прошу. Да, да, он был таким байкером, но ему нравилась семейная жизнь. Просто понимаете, мне кажется, что эта девушка просто мошенница. В свое время она ничего не сделала, а как Денис умер, она прибежала за наследством. На похороны она не приехала. Ничего я о ней не знаю. Денис о ней ничего не рассказывал. Ты сочиняешь. Она делает вид, что она меня не знает. Какой вид? Какой вид? Ну чего ты делаешь, что я не знаю? Я тебя видела всего лишь один раз, когда она прибежала ко мне в квартиру. Начала панически орать про какую-то беременность, про какую-то ребенка. Я вообще не понимаю, в чем дело, какой ребенок и кто она. Племянник твой. Какой племянник? У меня нет никаких племянников. Ваша честь, у меня еще есть свидетель. Это настоящая девушка моего брата Дениса. И она может подтвердить все мои слова, что они действительно встречались. И все у них было хорошо. И собирали жениться. Подождите, что подтвердит? Ну, предположим, ваш брат взялся с несколькими девушками. Просто девушка Дениса, это что? Это должно исключить, что у ИСА может быть ребенок? Ну, просто понимаете, даже если бы так и получилось, что действительно ребенок, это было бы Дениса, я так думаю, что это было бы против его воли. Потому что он не хотел детей и не хотел. Ты что говоришь? Ты слышишь, что ты говоришь-то? Слышу, помолчи. Ну, у нас там многие мужчины в какой-то момент не хотят детей и все равно признаются биологическими отцами и платят алименты. Ну, что за набор аргументов у вас? Он мечтал. Он не просто хотел, он просто мечтал о ребенке. Так, все-таки вы хотите свидетелей? Ну, если бы можно, да, я бы... Ну, хорошо, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей третьего лица. Свидетелей третьего лица, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лушникова Дана Яковлевна. Я являлась настоящей невестой Дениса. И ни про какую питерскую невесту я ничего не слышала. Ты вообще кто? Это ты кто? Такие, как ты, ему никогда не нравились. Помолчить без слова давали. С Денисом я встречалась два года. У меня есть доказательства. Вот я принесла наш с ним совместный альбом. У нас есть... У нас с Денисом два раза больше фотографий, чем тип. Простите, пожалуйста, свидетель, я задам тот же самый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы с Денисом встречались два года. С вашей точки зрения, это исключает возможность, что у него может быть ребенок от другой женщины? У него не может быть ребенка. Как не может? И вообще он не хотел детей. Он хотел детей. Он не хотел детей, он мне сам об этом говорил. А он мне об этом говорил, что он хотел детей. Денис Байкер. Какие дети? Ты сама понимаешь, что ты говоришь? Все против меня об этом получается. Может быть, просто мы не о том Денисе говорим? Может быть, мы о разных Денисах говорим? Может быть, ты говоришь о чем там? Мне кажется, тоже о разных Денисах мы говорим. Денис Байкер. Он был брутальный мачо. Подождите, ну свидетель. Ну есть байкеры, которые прекрасные семьянины, у которых есть не один, а больше одного ребенка. Причем тут это? На нем многие девки висли. Многие. И ты в том числе. И он. Повисла на нем. Сейчас ты повисли. Свидетель, пожалуйста. На нем многие девки висли, он выбрал именно меня, потому что я... Я вам вопрос задала. Вы знаете, я хотела, чтобы вы мне на него ответили. Скажите, пожалуйста, то, что брат у нас третьего лица, и вы состояли с ним в близких отношениях в течение двух лет, это исключает возможность, что у него может быть ребенок? Нет. Естественно, я вас спрашиваю. У него не может быть детей. Потому что он их не хотел. Он не хотел ребенка, а он получился. Может быть такое? Нет. Почему? Ну почему? Почему? Ну потому что у него не было никакой девушки. У нас с ним были доверительные отношения. И девушка была его единственная, я. Суд удаляет себя принятия решения. Далее в программе. Я знаю, почему мама шантажирует отца эпидоны. Она потребовала, чтобы я... Даня, о каком шантаже ты вообще говоришь? Да, я не говорила. Что он все там в голову вбивает? Он не сбивая, он боится тебя. Либо отдай мне дочь, либо ты у меня попляшешь. Так заявила мужчине бывшая жена. И ее не останавливает даже то, что вместе с ним живут двое детей, вовсе не чужих для нее. Продать долю в доме бандитам и пусть все горе помыкают. Вот ее решение. Федер написал, что заключение, что ты уже не девочка. Да какая я не девочка? Это было в детдоме. Когда еще его закрыли за эти все дела директора, посадили. Любовь, похожая на сон. Точнее, на кошмар. Потому что это любовь брата и сестры. Любовь детей, разрушающая все на своем пути, привела отца в суд. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования сца, возражение третьего лица по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны третьего лица. В иске об восстановлении происхождения нерожденного ребенка суд считает необходимым отказать. Суд отказывает от удовлетворения заявленных исковых требований, потому что, еще раз, слушайте меня внимательно, истец. Споры, связанные с установлением происхождения детей, могут быть разрешены судом только после рождения ребенка. Только после рождения ребенка. То есть в данном случае закон не допускает споров о происхождении ребенка до его рождения. По этому основанию в иске отказано. Суд разъясняет истецы, что после рождения ребенка вы будете вправе предъявить иск об установлении отцовства умершего ко всем наследникам умершего. То есть рассмотреть дело по существу будет возможно только при наличии биоматериала умершего. При этом суд не может обязать родственников произвести эксгумацию тела умершего или сдать свой биоматериал для обязательной по такой категории споров, а именно для проведения молекулярно-генетической экспертизы. В данном случае вам необходимо, если вы будете после рождения ребенка, требовать факта установления отцовства, иметь другие весомые доказательства, которые должны подтверждать, что вы состояли в близких отношениях, приходящихся на момент зачатия ребенка. Вы слышите, что я говорю? Да, естественно, понятно, да? Вам необходимо будет иметь такие доказательства. Иск вы будете предъявлять ко всем наследникам, то есть к вам. Это не будет не просто исковые требования об установлении отцовства, да? Это будет требование об установлении отцовства до признания вашего ребенка наследником в первой очереди и допущение вашего ребенка к наследованию за всей массой наследственного имущества. Вам все понятно, естественно? Все понятно. Я вам все объяснила, что может быть, поэтому, ну, это право вашего решения. Я так думаю, что ребенок родится, и, скорее всего, естественно, пойдет дальше по стребованиям об установлении отцовства. Если будут такие доказательства, они могут быть самыми разнородными, это могут быть свидетельские показания, это может быть переписка, если будет она снята соответствующим образом и правильно оформлена, и будет установлена принадлежность этого телефона, с которого поставили соответствующие сообщения. Поэтому, такую, знаете, в данной ситуации суд, у суда нет оснований, то есть просто закон запрещает устанавливать отцовство в отношении нерожденных детей. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. Я обязательно воспользуюсь советом судьи, и после рождения ребенка соберу все необходимые документы и докажу, что этот ребенок является делизой. Я не знаю, кто эта девушка. Сделаю все возможное, чтобы она ничего не получила. Ни до рождения ребенка, ни после. Судья Елена Дмитриева. Я не могу сказать, что я ни мать, ни женщина, но вынуждена вам сказать, я судья. В новом проекте «Битва за будущее». Прямо ко мне идет ребенок. Давайте с вами знакомиться, как вас зовут. Взрослые не в счет. В усах семейных там по колено, я не знаю, ходите. Да я тебя сейчас задрушил. Теперь только дети. Они наше будущее. Ваша честь. Простите, пожалуйста, Михаил, вы знаете, в суде, к сожалению, не все себя ведут прилично. Не с проблем, в вашей честь. Законодатели в растерянности. Но судья Дмитриева знает, что делать. Органов опеки, адресы, быстро наряд милиции высылают. Она защитит детей от безумия родителей. Спасибо, ваша честь. Спасибо. Будьте внимательны. От этого зависит жизнь ваших детей. Бессовестный ты, мальчик. Я тебе сейчас бошечку отверчу. Истец предъявляет иск об отмене решения органов опеки, разрешающего продажу доли несовершеннолетнего. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, иск не признает. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, здравствуйте. Я подал иск и прошу его удовлетворить и отменить решение органов опеки о продаже доли несовершеннолетнего нашего сына в моем доме. Дело в том, что моей жене, несмотря на то, что со мной проживает наша младшая дочь и ее бывший племянник, которого я усыновил, у нее была сестра, которая, к сожалению, умерла, остался племянник. Ну, у нас тогда были хорошие отношения, и я решил, что ну, пускай ребенок живет с нами и усыновил его. Вот. То есть, получается, в доме живу я, живет наша дочь Татьяна, живет ее племянник, да, и я. И она просит продать долю, одну четвертую, которая принадлежит нашему еще одному младшему сыну, да, вот, и обратилась в органы опеки. И ей это получилось сделать, я не знаю, как так получилось. Органы опеки разрешения это дали. По закону получилось. Ну, может быть, и по закону, да. Но сначала жена требовала у меня, чтобы я выкупил эту долю. 300 тысяч, Ваша честь. Это не такие огромные деньги, а нам они крайне необходимы. Может быть, это не такие огромные... Вы ему сыну нужна отдельная комната. Не требовала. Подождите, а вы сейчас в разводе состоите? Да, мы сейчас в разводе. Сейчас мы его разводим. Да, я выплачиваю алименты, да, я выплачиваю алименты. 3,250 на сына. Я выплачиваю 2 тысячи супруде, так как она содержит ребенок. А мне не стыдно говорить подобные цифры? А что мне стыдно? Простите. Как можно на них вообще жить? То есть дети проживают с вами, а алименты вы платите? Не совсем так. Алименты выплачиваю. Сын младший проживает с супругой в ее квартире. Дочь наша, а то общая, проживает со мной. И еще со мной проживает третьим, да, ее племянник. А вы платите алименты только на одного ребенка? Да, на сына. И ей, так как она осталась с ребенком инвалидом, 2 тысячи я ей выплачиваю тоже. Когда брак расстолгался, как вы определили место жительства детей? Очень просто. Значит, еще до брака у Светланы была своя квартира, вот, у меня был дом. Мы решили, что, ну, когда будут появляться дети, соответственно, мы будем их прописывать ко мне. И точно так же я буду по одной, ну, там, по одной доле выделять каждому ребенку. Дарить? Да, да, вот. Соответственно, после того, как отношения разладились, она ушла в ту квартиру, которая у нее уже была. Ну, и забрала сына нашего младшего. И вы обращаетесь в органы опеки? Уже обратилась, и уже разрешение получено. Я уже обратилась в органы опеки с тем, что я хочу одну четвертую долю, принадлежащую моему больному ребенку, для улучшения его же жилищных условий, продать в доме моего мужа. Я считаю, что это справедливо. Но я так не считаю. А в дальнейшем я хочу забрать и дочь, и племянника к себе для совместного проживания. Хорошо. А это улучшение жилищных условий, это как выглядело? Как вы обосновывали в органах опеки? А хотела купить большую квартиру. Большей площади, чтобы у ребенка была своя изолированная комната. Кому была доля продана? Она не продана еще. А еще до сих пор нет. Я ему предложила так сказать, хочу выяснить. Подождите, а кому предполагали продать? Покупатели обращаются, смотрят, но он... Я видела этих покупателей, ваше честь. Естец, естец. Придумывают историю невероятную, что его хотят, чтобы не убить. Во-первых, начально было предложено ИСЦУ. Нет, ну естественно, у ИСЦА преимущественное право. Так, теперь скажите мне, то есть получается, что одна четвертая доля от 48 метров жилой площади составляет 12 метров. Теперь сделайте ваше предположение. Ваша честь, смотрите, когда она направила мне письменное заявление с предложением о покупке этой доли, я, естественно, также письменно на основании закона отказался. Денег у меня нет. У вас нет комнаты в 12 метров? Нету. Нету. У нас две комнаты, соответственно, кухня, да, и вот, и ванны, туалет. Вот. То есть, какой-то вот разделить не получится. Это делается все только для того, чтобы выселить нас из нашего дома. Знаете, бывает такое вот, покупают долю, потом подселяются и создают жильцам условия. Да ты можешь, это моя дочь. Какая, какая, она, мы сейчас все выясним. Это моя родная дочь, мой племянник. Для того, чтобы создать условия невыносимые. Что ты за человек? Свет, я вас сейчас удалю. Я не до тебя это прошу. Свет, послушай, судью. Свет. Да, да, что-либо ошибка, либо что-то похуже. Естественно, подождите, скажите мне, пожалуйста, ну вот, а зачем вы таким малолетним детям все время дарите какие-то доли в вашей собственности? Ну зачем? Ну составьте завещание, если вы хотите. Ну почему вы... Ну тогда мы были молодые и ни о каком завещании мы не думали. Во-первых, сразу стало просто, надо детей куда-то прописывать. Это абсолютно не имеет отношения к тому, чтобы выделять доли. Совершенно не имеет отношения. Ну мы так решили, не за свету попросила, я не отказался. Мне был, ну, наш... Да мне и сейчас не жалко этих долей, понимаете? Нет, подождите, естественно, никто же не говорит, что выделение долей в пользу детей это плохо. Но просто, понимаете, вы сейчас уже создали ситуацию, ведь у детей два законных представителя, вы и мама. Да, никто из вас родительских прав не лишен. Нет. То есть вы уже, как бы, знаете, там заложили какую-то такую некую... Мину замедленного действия. Я понимаю, Ваша честь. Но тогда мы об этом не думали. И, ну, никто же не собирался разводиться-то, да? И что вот придется выделять эти, там, доли и продавать части, которые не отделяемые. Так, органы опечи, пожалуйста. Да, Ваша честь. С сыском, разумеется, мы не согласны. Потому что не надо меня перебивать. Я не давала никому вас перебить. Будьте добры, пожалуйста. Мы действовали строго по букве закона. Когда к нам обратилась мама мальчика, инвалида, мальчик-аутист, ему нужна, это сложное заболевание, отдельная комната. Чтобы он комфортно существовал, ему нужно изолированное пространство, где он может быть один. Это такое своеобразное вот заболевание. Мы пошли матери навстречу, но выдвинули некоторые условия. Так как у нее имеется в собственности однокомнатная квартира, перед продажей, естественно, у ребенка должна быть равноценная недвижимость. Мама написала одну вторую дарственную своей квартиры на ребенка. То есть вот в настоящее время, да, у ребенка имеется одна вторая собственности. Далее, еще из одних условий законных было, что в первую очередь эта доля была предложена для выкупа. Была, была, я не спорю. Он отказался выкупить. Но нет у меня физической возможности купить эту долю, но нету денег. Можно же по-хорошему было решить вопрос. Так не хочет она по-хорошему. Не надо меня перебивать. По-хорошему продайте полностью дом, поделите деньги. Он и на это не согласен. Он очень сложно давать мне. Как это? Я разговаривал с ней. Ну как это? Возможно, дом я продам. А жить ты мне, вот дом продал, получил деньги. На разницу купишь дом. Да какой? Хорошо. Да дом-то продать не проблема. Продал. Не такие огромные деньги, я прошу. А жить ты где в то время, пока я не куплю новый? Где? Если бы я был один, ладно, палатку поставил, живу в палатке какое-то время. Сейчас все делается. Дети могли время пробыть. Где жить-то? Вы обостряете ситуацию. Какую ситуацию? Мы действовали строго по закону. В интернете с ребенком инвалидом. А вы так говорите, как будто это в десертной ситуации. Но это же не так. Подождите, подождите. Вы действовали по закону, да. Но нужно учитывать ведь интересы всех детей, и не только одного. Естественно. Давайте пригласим мою дочь, Татьяну. А давайте я сама буду решать. Ну как вот в этой ситуации, когда вы принимали решение, вы учитывали интересы других несовершеннолетних детей? Как они оказались у вас учтенными? Когда в эту квартиру, да, там по 12 метров, это понятно, но это двухкомнатная квартира. Я говорю, ну решение продать дом целиком. Нет, ну мало ли что вы решили продать дом целиком. Нет, это не мое решение. Я говорю, это один из выходов. Нет, ну почему сейчас, истец, это вы сами строили дом, или это у вас наследство? Дом наследственный. Почему истец, получив это в наследство, должен сейчас его продавать целиком? В конце концов, он мог бы взять кредиты, помочь деньгами не продавая доли. Будьте добры, пожалуйста, органы, мне ваше заключение. А вы мне выписку есть у вас из реестра? Да, вот. Вы же списули инвалида на мать. И не хотите никаких. Он даже не вспоминает, даже не приходит. Дочь не пускает. Света сама все забрала. Забрала. Что значит забрала? Вы что, сына не можете навестить? Вы безмойные? Да при чем здесь навести? Вопрос не навестить, а вопрос забрала. Как собака, знаете, давайте мы сейчас не... Как собака, знаете, ваша... Брак между супругами расторгнут. Причины расторжения брака... Но ребенок-то остался ребенком. Уже выяснялись причины расторжения брака. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля ИСЦА. Свидетеля ИСЦА, войдите. Здравствуйте, Танюшина. Здравствуйте, ваша честь. Я их дочь, Ивашенко Татьяна... А вам, простите, сколько? А? Вам сколько лет? 13,5. Простите, я ошиблась. Значит, не свидетель, а несовершеннолетняя. Пожалуйста. Прошу вас. Здравствуйте. Я их дочь, Ивашенко Татьяна Олеговна. Я знаю, почему мама шантажирует отца этой доли. Она потребовала, чтобы я... Таня, о каком шантаже ты вообще говоришь? Да, это говорите. Что он тебе там в голову вбивает? Я вас удалю. Я вас удалю. Извините, ваша честь. Просто у меня уже нервы не выдерживает. Дайте возможность сказать... Света, за... Дайте возможность сказать ребенку. Взрослые, дайте возможность ребенку сказать. Пожалуйста. Мама потребовала, чтобы я переехала к ней в качестве бесплатной нянеки для брата. А мой брат, это во мне тихий человек, как кажется. Один раз попросил его руки помыть перед обедом. Так он меня на ножом кинулся. Я думаю, пришла, не знала, за что взяться. Она приехала, у нее волосы на голове стоят вбивом. Таня, Таня, что ты говоришь? Это вообще-то твой брат родной. И все было хорошо. Почему-то, когда мы жили вместе, таких случаев не происходило. А сейчас, когда мне понадобилась твоя помощь, чтобы ты просто приезжала и не теряла даже контакт с братом. Свет, ты не меняла ее, когда она вернулась. Свет, на ней лица не было. Я не знаю, что ты еще, как и твой папа. Пожалуйста, я хочу... Какой? Взрослые. И что? А если я к ней перееду, она закроет вопрос об этой доле. Вот, она отстанет от нас тогда. Понимаете? Шантаж. Шантаж чистой воды. Ничего подобного. Нам нужна сиделка. Сначала она пыталась сиделку из нее сделать. Ничего подобного. Это ты придумал. А потом... Да, конечно. Когда Таня отказалась... Ты все выдумываешь. Да, вот это вот началась ситуация. Давай продавать долю. Чтобы на суд произвести впечатление. Сделать из меня ужасную мать. Какой мать? Которой нужны только, я не знаю, прислугой, в виде лица дочери. Да, да. А зачем мне эти 300 тысяч? Да никакую квартиру она не купит на 300. Ну, добавить с вами полу... Да, в общем, мне тоже какие-то сомнения. Конечно. Честно говоря, закрали сомнения. Мы живем не в Москве, и цены... Так, это дело не в Москве, не в Москве. Большая разница. Простите, пожалуйста, можно я уточню? Можете ли вы мне представить документы? Ну, например, распечатку сайта какого-либо агентства недвижимости, где суд мог бы, чтобы у сада было представление о сразмерности получаемых денег от продажи одной четвертой доли, стоимости вашей квартиры аналогично, ну, предположим, совпадающим по характеристикам, и возможности купить на эти деньги. То есть то, что вы выручите от квартиры, плюс 300 тысяч. Я просто хочу, чтобы вы мне доказали, что... Да, я могу предоставить это, все легко делать через интернет, но я могу сейчас на данный момент вам все это показать, но в письменном виде у меня этого нет, я просто не подумала об этом. То есть двухкомнатная квартира? Да, двухкомнатная. Тип дома? Пятиэтажный дом. Панельный пятиэтажный дом? Панельный пятиэтажный дом, двукомнатная квартира. Двукомнатная квартира? Да. Реальный цифровый посадок. Реальный, там даже можно и меньше, да, да, миллион, да, я видела. Я сейчас посмотрю. Даже сейчас останется на ремонт. Я сейчас посмотрю. Так, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Фестин написал, что заключение, что ты уже не девочка. Да какая я не девочка? Это было в детдоме. Когда еще его закрыли из-за этих всех дел, а директора посадили. В собственном доме, как в осажденной крепости. А все потому, что у дочери любовь с братом. И он натурально штурмует стены. Все осложняется еще и тем, что он сам вырос в этом доме и знает все входы и выходы. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав требования ИСА по административному иску, возражения ответчика органов опеки и попечительства, также заслушав третье лицо без самостоятельных исковых требований, опросив несовершеннолетнюю, рассмотрев все представленные документы и доказательства, административный иск удовлетворяет и выносит решение об отмене решений органов опеки и попечительства о разрешении отчуждения доли несовершеннолетнего ребенка в жилом помещении. У нас с вами гражданский кодекс установил, что если существует определенная категория членов семьи собственника, то есть те, которые находятся под попечительством, или в отношении которого установлена опека, а в данном случае случае вы не только законный представитель, но и назначен опеку, но по отношению к ребенку инвалиду с детства, то есть такое отчуждение собственности, если она принадлежит вот такой категории детей, ну, я имею в виду в данном вашем конкретном случае, потому что у нас, например, недееспособные взрослые могут быть, но в данном случае у вас ребенок инвалид с детства, и поэтому любое распоряжение его собственностью возможно только с разрешения органов опеки и попечительства. В данном случае при разрешении спора и изучении всех обстоятельств суд считает, что решение органов опеки и попечительства было принято без учета фактических обстоятельств по делу и без учета интересов других несовершеннолетних детей. Истец, по представленной справке, имеет не самую высокую заработную плату, содержит фактически троих несовершеннолетних детей. Правильно, они на его полном иждивении находятся, трое несовершеннолетних детей. При этом двое постоянно проживают с отцом. То есть отец фактически не только проживает, да, и несет в полном объеме всю материальную ношу по содержанию троих детей, двоих, с которыми проживают, и одного, на которого выплачивает алименты. В данном случае суд считает, что продажа одной четвертой доли в доме, где фактически можно проживать только в двух комнатах, крайне негативно отразится на правах несовершеннолетних детей. Поэтому суд считает, вынесенное вами разрешение ранее как подлежащее отмене. Истец, и ответчик, суд согласен на свое решение, делал закон. Спасибо. Я возмущен требованием своей жены. Я содержу двух несовершеннолетних детей, так еще она требовала долю продать. Я рад, что суд принял мою сторону, и этот иск мой удовлетворил, и это требование, необоснованное от женопопеки, он отменил. Спасибо. Что ж, решение суда – это решение суда. Но я все равно заставлю достойно помогать своему ребенку. Это самое полезное телевидение. Смотрите внимательно. Сложители – это юридическое понятие. Записывайте. С очень давнишних времен было принято такое решение, что дети, рожденные в течение 300 дней, после того, как мужчина ушел воевать, они признаются ребенком этого мужчины. Специально для зрителей программы «Битва за будущее». Бесплатная юридическая консультация. Ты знаешь, ты знаешь, что ли? По-моему, тебе уже пора в дурку. Что за три тысячи? Это вообще смешно просто. Каждый день с 14 до 15 на нашем телеканале. Истец предъявляет иск о возмещении материального вреда за испорченное имущество. Ответчик иск не признает и утверждает, что ущерб был нанесен ненамеренно. Простите, истец, а что это у вас в банке такое стоит? Это я вам расскажу, это в виздуке. В честь, это доказательство моего иска. Ну, хорошо. Пожалуйста. Ваша честь, я прошу взыскать 25 тысяч рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб поврежденному имуществу. Дело в том, что наша семья имеет статус приемный. Мы с женой воспитываем четырех приемных детей. Сережу, Васю, Катю и Наташу. Раньше их было пятеро, но вот самому старшему, Евгению, исполнил 18 лет, и опека передала ему закрепленное за ним жилье, и он туда переехал. Ну, не то, чтобы... Вот как раз именно Евгений является ответчиком. Вот не то, чтобы мы с женой вычеркнули его из списков семьи. Пожалуйста, приходите к нам, предпускай к нам приходят, покушать там после учебы, заглядывать там, пообедать там, пообщаться, поговорить о том, о сём, рассказать, чего-нибудь такое. Ну вот, последний год мы, наша семья живёт из-за Евгения как раз, по принципу спрячь за высоким забором красотку, выкраду вместе с газозабором. Красотка – это Наташа, наша младшая дочка. Вот, ей 15 лет. И мы вот с женой стали замечать, что, когда Евгений приходит, у них с Наташей начинаются шауры-муры. Да какие там шауры-муры? Помолчи, сынок. Помолчи, сынок, помолчи. Начинаются шауры-муры, я, конечно, с Евгением провёл беседу, говорю, ты что делаешь, ты взрослый человек, а она ребёнок совсем. Ты совершеннолетний, а она нет. Говорит, батя, я всё понимаю, там, что такое, таратарат. Всё равно. Проходит буквально два дня, и, представляете, мне дети говорят, что Женька с Наташкой сбежали в Сочи. Они приехали в Сочи и сняли жильё в таком месте, где нормальные люди не останавливаются. То есть, где дают почасовую, на час, на два, таким девушкам, как бы так сказать, помягче, но... Этим девушкам. Этим девушкам, да, и их клиентам. А в этот день как раз местная полиция устроила рейд. Ну и Женьку с Наташкой повязали. И тут, слава богу, тут я подоспел. Объяснил полиции, что, мол, это брат с сестрой, что это приёмные мои дети. Вроде поняли. И тем не менее, полиция подала документ в орган опеки. И мне пришло предупреждение, что меня могут лишить статуса приёмного отца и всех моих подопечных, детей приёмных, сдать в детский дом. Проходит какое-то время, а у нас в доме есть погреб. Там две двери. Одна с улицы, а другая из дома, чтобы можно было по зимой, ну, не мёрзнуть ходить. Только вот этот красавец взломал замок, влез в погреб. А жена в это время услышала, что по погребу кто-то ходит. Ну, испугалась, потому что спустилась. Так он увидел жену и давал от неё бежать. А прокинул все стеллажи. А там у нас были припасы всяких там солений и варенья и так далее. Одна банка осталась всего. Боська была с капустой. Все эти битые стекло от банок в эту бочку. В общем, короче, всё на выброс. Вот из всего заготовленного на зиму, вот это всё, что осталось. То есть это кошмар какой-то просто. Но этого ему показалось мало. Я ещё раз провёл с ним беседу, беседу плотно, плотно, значит, запаял все двери в погреб. Так это Ямакаси что придумал? Он по голой стене влез на второй этаж, где у Наташкина комната. Что-то у него там не получилось, он цепился за раму. А всё-таки взрослый человек, рама не выдержала, и он сорвался и пробил крышу сарая. Короче, зашип петуха, нашего любимого, такой петух, красавец. Куры перепуху перестали нестись. Это что-то, какой-то ужас просто. Но мы не против, пожалуйста, приходи. Но когда он с моей сестрой начал тут такие-такие... Ну, естественно, я понимаю, что... Такого. Федева обнаружил, что она уже неделочка. Подождите, ответчик, значит, подсчёт. Пять тысяч рублей стоил петух. Да. Пять тысяч рублей вы посчитали яйца куриные. То есть вы их продавали? Нет, мы теперь вынуждены их покупать. А, я поняла, я поняла. Понимаете, Ваша честь. Одно дело, свои яички хорошие. Бочка дубовая. От магазина рыпила. Семь тысяч рублей запасы на зиму. Все запасы, вот всё, что осталось. Салат, ну, а как вот вы подсчитываете? Капуста 20... А вы знаете, вот стеллаж размером, ну, не знаю, вот с этого вот... А таких четыре было. И всё в банках. Это самое маленькое. Там четырехлитровые были такие здоровые. Пожалуйста, ответчики. Ваша честь, я иск не признаю. Потому что у нас с Наташкой любовь. Ну и что, ответчик, простите, пожалуйста. А что, любовь у нас является оправданием того, чтобы не выжил замечательный петух? Да мне петуха и самому жалко. Я откуда же знал, что так получится. Я когда залез и вес-то не рассчитал, я больше стал. Я так сто раз лазил и упал. Ответчик, вы же не отрицаете то, что вы упали в сарае, что вы испортили все зимние запасы. Ваша честь, можно мне рассказать? Подождите, вы работаете? Да, я не работаю, а подрабатываю. Хорошо, но вы не считаете, не считаете ли вы, что так вот, ну, по-житейски было бы справедливым, если бы вы вашему папе отдали бы деньги за то имущество, которое вы испортили? Так все деньги мы потратили с Наташкой на поездку в Сочи. Я готов исправить. Но эта вся ситуация, можно рассказать, Ваша честь? Ну, ответчик, ваш папа, если вы прочитаете договор о приемной семье, он несет ответственность, в том числе, за то, чтобы ваша сестра по бумажкам, а его дочь по бумажкам не вступала в интимные связи до совершеннолетия. Да ничего такого не было у нас. Так я говорю не о том, что было или не было. Я говорю о том, что ваш папа за это несет ответственность. И сейчас, судя по письму органов опеки, вообще могут расторгнуть этот договор. И понимаете, и всех детей, с которыми вы воспитывались, отправят в детский дом. Это все из-за бати. Он нам не разрешал общаться. У нас ничего такого не было. Мы понимаем, что я старше ее. Но мы до свадьбы не-не. У нас... Мы все понимаем. Справка есть. Но мы через три года хотели свадьбу сыграть. Давайте мы любовь, как романтическое замечательное чувство, мы его оставим справа. А возьмем с вами крайне прозаические вещи в размере 25 тысяч рублей. Да где бы взять бы мне их? Заработай же. У нас все на Сочи ушло. Вы свидетелей просили, ответчик свидетелей просили? Да. Пускай Наташка придет, она вам все расскажет. Так, пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. В чем свидетель-ответчик уводить? Ну, скажи, доченька, ну. Пожалуйста, представьтесь. Ваша честь, я Хромцова Наталья Викторовна. И без Жени я жить не могу. Ой, Господи. Что вы не можете? Жить без него я не могу. Единственное, в чем он виноват, это в любви ко мне. Пожалуйста, отпустите его. Вообще его вины в этом здесь нет. Послушайте, я похожа... Он за тебя может сеть, понимаешь? Нет, подожди, свидетель, свидетель. А вы считаете, что его кто-то здесь задерживает? Вы видите, что ответчик сидит за решеткой? Рядом с ним стоят вооруженные люди. Нет. Нет. То есть мы его не сажаем, нет? Не сажаем. Ваш папа просит, чтобы ответчик заплатил 25 тысяч рублей. Ну, нет у него таких денег. Я готова сама отработать. Будут деньги, будут? Я готова сама отработать. Помогать по дому, все вот это делать. Ты маленькая еще. Какая я маленькая? А он здоровье бугает. Пускай 25 тысяч заработает. Ну, нет у человека денег. Я готова сама отработать. В годы пускай отручить. Папочка, ну пожалуйста. Ты уже сделала. Федша написал, что заключение, что ты уже не девочка. Да какая я не девочка? Это вообще... Правка есть. Гинеколог это написал. Это вообще про другое. Это было в детдоме. В первом. Когда еще его закрыли из-за этих всех дел, а директора посадили. Женя вообще к этому отношения не имеет. Так, хорошо. Жена спортсменка нанесла три профессиональных удара. И любовница ее мужа получила все сразу. Чужого мужа, чужую квартиру и чужого ребенка. Так неизвестно, какой у меня будет муж. Я хочу родить ребенка сейчас. И я знаю, что сейчас это может... И неизвестно, или настрите такого мужчину. Какие сейчас мужчины? Вот, наш папа убежал. Покойная бабушка оставила внучке школьнице 200 тысяч, чтобы она могла сделать себе ЭКО. Но зачем заставлять рожать 16-летнюю девочку, узнаем в суде. Когда я спросил, где наш сын Витюша, она взяла меня за руки. И я сказала, что Витя умер. И тут заходит ее сестра с нашим сыном. Витя на руках. Не пил бы, должно быть. Да если бы не пил, у меня сердце бы маха разорвалось. Ты понимаешь? Женатый мужчина завел любовницу на курорте. А через 9 месяцев получил от нее письмо о рождении сына. Он поверил, развелся, приехал. Но то, что ему пришлось в результате пережить, история не для слабонервных. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ИСА, возражение ответчика по заявленным требованиям, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы, иск о возмещении материального вреда суд удовлетворяет и взыскивает с ответчика в пользу ИСА 25 тысяч рублей. Суд удовлетворяет иск о возмещении материального вреда, связанного с утратой и порчей имущества, потому что лицо, причинившее вред имуществу гражданина, обязано его возместить в полном объеме в соответствии с правилами части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому суд выносит решение о взыскании с вас 25 тысяч рублей. Свидетель, свидетель, ваш брат совершенно спокойно уходит с вами из суда. В смысле, правда, что надо будет заплатить 25 тысяч рублей. Иссетный ответчик, суд огласил свое решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Жалко, конечно, что мой приемный сын оказался вот таким недоделанным Ромео, но что делать? Пусть выплатит мне все 25 тысяч. Такие замки поставлю, что он свою джульетту не увидит куда-то есть. Как минимум. Уж по-другому никак. Я буду работать на трех работах, но Наташку я не брошу. И все равно мы поженимся через три года, и отца на свадьбу я позову. Смотрите новый проект «Дела семейные. Битва за будущее». Она начала говорить. Она говорит, мама, и ко мне пишет, вы понимаете? А она хочет мне ее не забрать. Вся правда о том, как взрослые делают детей заложниками своих страстей. Мальчик забрался на крышу девятиэтажного дома и грозился оттуда спрыгнуть, если родители не помирятся. Моя девственность выставила на аукцион. Он просто самый лучший папа на свете. К счастью, моя бочка подошла к моему сыну. Она положила его в сумку, вынесла его по мойным ящикам, и ребенок на морозе, он лежал и кричал. Смотрите в новом проекте «Дела семейные. Битва за будущее». С понедельника по пятницу на нашем телеканале. А бабушка сказала, что ты мой папа. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...